приветик мои хорошие мальчики и девочки я знаю что я смотрю те и те а для тех кто разошел на мой канал меня зовут алена по названию видео вы уже догадались какой будет это будет проект использовать и выбросить и давайте начнем с того что у меня закончилось и что я убираю с проекта давайте первым делом я убираю с проекта вот такие вот два тональных крема от faberlic они сейчас для меня сильно темные и я пока не пользоваться не буду я уберу до лучших времен благо срок годности у них еще это позволяет так что я пока уберу их до лета потому что они сильно темные как бы их не не миксовать все равно некрасиво ту же я за горами сошел и как-то пускай лежат до лета до весны что только начинается весна начинается солнышко я сразу темнее эти тональные крема как раз будет мне в пору что у меня закончилось и что я выбрасываю это вот такой вот от компании faberlic карандашик неудовый для губ артикл у него 49 40 46 49 вот такой маленький остался он сломался я уже не вижу смысла вытащить его реанимировать да карандашик был хороший обалденный буду искать ему замену так что все уходит с проекта также с проекта у меня уходит карандаш для глаз коричневый 54 36 артикул тоже не вижу его уже точить все он уже начинаешь точить точилка уже не точит его все закончился так что все уходит с проекта также я выбираю с проекта вот эти тени от faberlic запеченные тени артикул 52 12 их уже нету использование их уже нет продажи так скажу правильно вот такие вот тени я закончила коричневый цвет а серым и белым явились местами не не пользуюсь так что все уходит с проекта так что у меня еще уходит с проекта это моя любовь это знаете для меня это тяжело потому что в нашем городе я эти туши из 10 еще не видела не встречала ну благо я поеду скоро в казахстан и там я куплю их наверное сразу штуки 4 потому что эти туши просто бомбические это тушь от релуи вот такая вот она это тоже для ресниц подкручивающим эффектом объемная у них поломались колпачки что одно что второй и они уже подсохли вот такая вот кисточка у нее была знаете тушь бомбическая ничего не скажу лишнего я от этой туши в восторге так что она уходит с проекта буду думать что-то другое пока пока еще одно нахожу здесь не поехала в казахстан ну и также тушь от релуи такая же только это просто объемная также не сломался колпачок я не знаю в чем эта причина может быть что что прошло время и стали ломаться колпачки вот такая вот тушь что хочу сказать про эти туши да туши хорошие обалденные этот уж делает нас такое ресницы поднимает а этот уж делает объем я медлення пользовалась так также меня закончилась тушь от faberlic вот такая 3xl когда сразу знаете между не шибко понравилось то что она крошилась опадала такая вот у нее кисть ну не знаю либо я с ней не подружилась либо артикул м5405 не знаю я больше заказ такую тушь не буду она не делать вау эффекта она просто красит ресницы не более того также мое знаете такое прям расстройство это все у меня закончилась моя тушь ой моя помада от faberlic 4647 вот такого вот красивого цвета вот она обломалась упала тушь просто сказок что летит помада просто сказочное знаете во первых ее наносишь и ты можешь ходить с ней весь день на губах губа она не сушит запах у нее просто сказочный знаете накрасил губы может еще не дня кушать пить есть ты можешь целый день жевать и она у тебя просто ничего не струется тебе надо будет вечером ее стирать помада обалденная артикул 4647 попробую черт заказать такую себе помаду может быть у нее будет ну такой же эффект не знаю так что я расстроилась она уходит с проекта теперь начнем с того что я добавлю в проект сначала расскажу вот у меня заканчивается такая вот это у нас крем-корректор тональный для проблемной кожи да это у нас от белорусской косметики белита classic блин девчата это хорошее средство все недостатки всякие не костички она закрывает просто на уау вообще обалденное средство надо будет взять еще такое средство а зависит от тональных тонального крема я себе взяла вот такой вот тональный тональный крем это у нас матирующий тональный крем спокойное сияние помогает скрыть недостатки кожи для красивого матового тона я пока я не пользовалась я знаю у меня пользовался такой тональным кремом сестра вот он у меня новый начну пользоваться им нет 30 миллилитров так что у меня добавочки вот такой вот тональный крем я добавлю проект так дальше у меня стал меньше половины от релуи вот такой вот то у нас гель оттеночный для бровей от релуи тон у него 0 3 очень хороший гель и мне нравится как он укладывать бровки так что хорошая вещь я не пожалела что я бы взяла так что хорошая вещь но пока у меня есть забрать больше бы не буду так дальше у меня вот стала заканчивать вот такая вот матирующая пудра для лица путь к совершенству артикул уже не видно какой у него да уже артикул не видно мне нравится эта пудра но она уже все видите она уже осыпалась получается собой ее брать сейчас вообще нельзя потому что любое там сотрясение и она откладывает отламывается так что буду добивать ее а в проект у меня входит я покажу какая вот такая крем-пудра крем-пудра компактная крем-пудра для лица вот получается от эйвен треколор вот такой получается крем-пудру я беру на замену но это будет заканчивать потому что я сейчас поеду в казахстан и вот эту крем-пудру не резонно брать эту пудру матирующую брать с собой вообще нельзя потому что она любое сотрясение она откалывается и вся косметичка вот эта крышечка открывается она слабо держится уже все вся косметичка все вокруг она становится белым пудрик а так я взяла вот такую вот на замену есть такой вот спонжик также есть зеркальце и вот такой вот крем-пудра у него хорош такой знаете финиш интересный так что будем пользоваться такой пудры когда поеду в казахстану так извините следующее что у меня стало такой знаете вот интерес получается вот такие вот у меня это палетка для скульптурирования лица это безупречная форма это у нас хайлайтер у меня уже закончился в в румяну у меня уже появилась такая вот дырочка и в бронгер тоже появилась такая вот дырочка дальше буду заканчивать ее потому что мне нравится как она работает на моей коже буду дальше заканчивать и может быть ну не знаю будут заказы нет но я хочу походить по казахстану повыбирать что-нибудь себе новое новую косметику посмотрю еще также про тени от катрис у меня смотрите получается так у меня появился здесь хорошая такая дырочка в белых тенях дырочка тут у меня появилась такого выемка здесь дырочка появилась и вот эту коричневых тенях у меня появилась такая выемка дать мне нравится я дать им пользуюсь видите у меня получается оканчивает те 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 которые мы это ко пользы осillion я не пользую вот эти мне они пользуются вот этим цветом и пользуется редко пользуюсь так что так же будет продолжать они у меня находиться в проекте использовать и выбросить также мне стоят в проекте карандашик от красный. Я от него, не скажу, что в восторге, но он мне нравится, как он на губах сидит хорошо. Вот он, мой карандашик. Буду дальше продолжать им пользоваться. Так, потом также продолжаю пользоваться от Релуи подводкой. Вот такой вот. У нее такой тоненький наконечник. Вот видите, тоненький наконечник. Мне нравится, как она, она еще работает, мне нравится, как она рисует стрелочки. Вот видите, и цвет у нее еще прям ого-го. Но я ввожу в проект еще одну подводку, потому что эту подводку у меня забирает дочка. Ей она нравится, она любит ей пользоваться. Так что я ввожу в проект подводку от Эйван. У нее наконечник чуть-чуть толще, чем от Релуи. И ей еще не пользуется. И знаете, он такой более твердый, потверже, чем от Релуи. У Релуи такой, знаете, наконечник, он такой, знаете, мягенький и интересный. Так что у меня в проект, извините, так что у меня в проект вошла новая моя подводка. Так, дальше. Также буду заканчивать тушь от Фаберлик красную. Сор 496 артикул. Сейчас эта помада у меня на губах. Эта помада, у нее нет такой сильной пигментации. И вот я сейчас покажу вам. Получается, ей вот один раз делал, и она как будто полупрозрачная. Чтобы сделать более-менее такой сильный цвет, ей надо ее наслаивать, наслаивать. Видите, как много надо делать слоев. Ну, я хочу ее... Ну, я ее иногда пользуюсь, когда, знаете, просто хочу такие не сильно яркие губы. Есть место быть такой помаде. Также у меня в проекте сейчас помада от Фаберлик. 44114 артикул. Красная вот такая вот она. Это такая, знаете... Мне нравится эта помада. У нее прям такой цвет идеальный. Она глянцевая. Вот даже это я могу показать. Эта помада от Фаберлик я несколько слоев прямо делала, и только тогда появился цвет. А этот вот просто берешь, один слой, и вот такой вот цвет. Вот она прям... Я прям от нее восторгена. Эта помада, она глянцева, получат такие красивые, знаете, губы. Также я, получается, заканчиваю этот бальзам для губ от Эйвен. Я им пользуюсь перед сном. Иногда пользуюсь ее вот под эту помаду от Комплимент. У нее ноль первый оттеночек. Я ей также пользуюсь. Мне она нравится. Теперь, мне кажется, я только ей буду... Ну, ей буду пользоваться, потому что... Моя помада от Фаберлик... Все. Ушла с проекта. Вот он цвет. Обалденно. Мне нравится этот цвет. Она прям такая... Ягодная. И у них... У всех такие сладкие, ягодные запахи. Ой. Так. Дальше. Также я пользуюсь помадой Фаберлик. Нюдовая помада. Артикл у нее 4640. Я ее люблю. Вот она внизу. Мне нравится, когда она губах. Я прям от нее в восторге. Вот тоже накрасила ее утром. И ходишь весь день. Так. Дальше, что я вожу... Ой, извините. Так. Дальше, что я вожу в проект. Это вот такую вот помаду матовую. от Эйван. Артикул. Я не знаю, если я не артикул пишу. Я до сих пор, между прочим, не понимаю. Она вот такая вот красивая, матовая. Наверное, где-то вот здесь ей нарисую. Смотрите. Какой у нее приятный, благородный цвет. Тоже запах прямо бомбический. Получается, ее я вожу в проект. И вожу в проект вот такой вот карандашик. Пока вот такого цвета карандаша я еще не нашла. Я вожу вот такой вот проект. Карандаш, он белый. Подходит от всей помады. Но, знаете, пока я не подружилась с ним. Ну, не знаю. Пока вот у меня нету к нему такого прям... Не тянется у меня пока к нему рука. Он просто такой, знаете, прозрачный карандаш. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Так. Дальше. Я вожу... У меня три души кончилось. Сейчас мне надо вести замену. Потому что я не могу без туши. Я вожу вот такую вот помаду от Faberlic. Это у нас Cat Look. Артикул 5461. Это тушь. Главное, на помаду говорила тушь. Теперь говорю. Это получается тушь. Вот такая вот у нее кисточка. Мне нравится эта тушь, потому что я уже ей пользовалась. Ну, такой тушей раньше. Так что буду пользоваться. Мне могу посоветовать. И еще одна тушь я вожу в проект. Это Push Up. Вы знаете, я не помню, пользовалась ей или не пользовалась ей. Артикул у нее 5471. У меня вот такая вот интересная кисточка. Вот я не помню. Пользовалась ей? Нет. Посмотрю, как она, что она. Потом скажу вам отзыв. И ввожу в проект вот такой вот консилер. Вот такой вот у меня еще новый. Вот ввожу в проект консилер. Так что на этом у меня заканчивается мой проект. Ну, на этом у меня заканчивается мое видео. Свои отзывы еще я оставлю в пустых баночках, когда буду снимать. Поделитесь со мной своим опытом. Пользовались ли вы какой-нибудь продукцией из того, что у меня есть. Подписывайтесь на мой канал. Там где написано подписаться. Сразу жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Оставляйте свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Так что всех целую. Всем пока-пока. Пока-пока.